Здесь еще можно узнать, где можно рядом с нами остановиться для комфортного размещения. Буквально несколько кликов и открывается культурная программа. На базе винзавода в Балаклаве появился еще один туристко-информационный центр. Теперь ознакомиться со схемой винодельни и приобрести билет на экскурсию можно в специальных терминалах центра. Их установили на грантовые средства. В прошлом году, благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», наш регион получил определенную федеральную субсидию, которую мы смогли потратить, раздавая гранты. И вот, конечно, одним из таких участников был в том числе и наш участник Теруара. Но ключевое, что до трех миллионов при условиях софинансирования можно было получить и закупить либо туристическое оборудование, можно было сформировать определенные маршруты. Кроме того, такая финансовая поддержка помогла закупить оборудование для винных дегустаций. Экскурсию проводит аудиогид. Одновременно познакомиться с историей развития севастопольского и крымского виноделия могут до 120 человек. Мы приобрели такое оборудование, как интерактивный стол, который позволяет грамотно распределить навигацию комплекса и познакомить нашего гостя с тем, что он может увидеть и посмотреть на нашей территории. Также это стела информационная, которая показывает все этапы производства, начиная от момента поступления винограда к нам на предприятие до дальнейшей переработки и попадания вина в бочку. А для тех, кто хочет уединиться с природой, в Балаклаве обустроили глэмпинг. Модульный туристический комплекс, по словам профильных специалистов, поможет развитию винного и экологического туризма. Прежде чем мы начали строительство, мы сняли еще раз геодезию, отметили каждое дерево и ни одно дерево не пострадало при нашем строительстве. У нас там есть красивейший дуб на нашей террасе, который мы сохранили, вырезали специально под него место. Есть можжевельник, который мы также сохранили, огородили. И когда мы размещали на плане все наши строения, то тоже учитывали каждое дерево. Здесь именно этот грант был в порядке софинансирования 50 на 50. То есть не более полутора миллионов давало государство. И еще не меньше такой суммы на каждый модуль должны были внести предприниматели. Всего в Севастополе планируется обустроить больше сотни подобных туристических комплексов. Финансовую поддержку от государства уже получили несколько предпринимателей. Владислав Ивенин, Андрей Тымчук, Новости Севастополя.